МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На мне какая ответственность? Сколько людей от меня зависит? Ну, ушел бы я, пришел бы еще кто-то хуже. Я должен был так поступить. Я вынужден буду вас попросить побыть в творческом отпуске. А на следующий день он перезвонил. К сожалению, я ничего не могу. Вам нужно уволиться. Если люди выбирают эту сторону, способность выживать при любой власти, при любом отношении, оправдать все, они эту сторону выбрали, они будут и следовать до самого конца. Потом назад пятками отрабатывать будет трудно. Разница между тем, что я спасал театр, свою должность, и тем, что я спасал физически людей от того, чтобы их отправили на войну, она огромна. Разве был вариант, что мы скажем, ой, нет, мы так хотим работать. Пусть мальчики идут. Не высовывайся, не высовывайся. Умрешь в нищете, сволочь, ссатый поваренок. Они должны отдавать отчет, что их поддерживают конформисты, соглашатели, угуны. Компромиссы закончились. Да, в юности они позволительны, когда ты не очень понимаешь, что и как. Но с какого-то момента времени, вот дальше, пожалуйста, ваши компромиссы оставьте при себе. Сбежал в Израиль. Какой Израиль? Это не Израиль. Это Франция. Момент, когда вы уезжали из Москвы, помните? Я очень хорошо помню, как я уезжал отсюда в Москву 26 февраля. 22 года? Да. У нас был билет. КЛМ, по-моему, отменила рейс. А уже все, 24-е, 25-е, уже все идет. И я думаю, перст божий, Оля. Говорю, остаемся. Нашла Air France, билет, который я храню до сих пор. Это был последний рейс Air France в Россию. Мы прилетели 26 февраля. Потому что 27-го у меня был сольный в зале Чайковского, 28-го у нас был спектакль. Как сказал авангард Ливончев, артист победил. Да, артист в нас победил, и мы вернулись. Потом у нас была еще одна попытка, и мы думали, возвращаться или нет. А в этот раз мы уезжали просто на свои, ну, законные мои инвалидные две недели в начале января. Мы улетели и имели обратный билет, по-моему, на 19-е, потому что 21-го у меня был спектакль лес. И все произошло, пока мы были здесь. Мы никуда не сбегали. У нас не было даже потенции на это. Мы были здесь, когда вдруг узнали, что нас уволили из театра, что нам отменили 8 городов гастролей, что нам отменяют съемки, и вообще мы там не нужны. Вот сейчас вот по Первому каналу кричат, как бы Назарову с женой прилепить им уголовную статью и как следует их наказать. Ну, в этой ситуации мы решили, ну, значит, нет смысла возвращаться. Ну, да, дети, собака, мама, но возвращаться, чтобы идти пострадать за решетку, ну, бессмысленно. Мы решили остаться. То есть как? Мы поменяли билеты в надежде, что как-то рассосется. Мы поменяли этот стыковочный рейс у двух компаний, поменяли, по-моему, на месяц или на два. На два месяца, по-моему, да, поменяли? На месяц. На месяц, да, да. Потом еще, а потом поняли, что надо билеты сдавать. И пока вот здесь. Тем более, что навалилось столько предложений работы. Смотрите, я когда готовилась, я услышала минимум четыре версии того, что произошло. Я их сейчас все озвучу. Это четыре основные версии. Ага. Значит, версия первая. Первая. У художественного руководителя МХТ Константину Хабенскому поставили условие. Или он вас увольняет, или артистов, или других работников театра будут мобилизовывать и отправят на фронт. Версия вторая. Хабенскому сказали, или он вас увольняет, или увольняют его. Версия третья. У вас долгий конфликт с Хабенским. И вот таким образом он разрешился. Версия четвертая. Вы и не хотели возвращаться в Москву, и думали, как бы вам провести счастливые годы жизни во Франции. И поэтому вы выступали с такими резкими заявлениями, доведя ситуацию до края. Какая из этих версий ближе к истине вообще, что на самом деле происходило? Первая. Первая версия ближе всего. Ну, там какие-то требования, наверное, происходили. Наверняка. Ну, по словам Константина Юрьевича, приходили какие-то люди. Я спросил, какие. Он не сказал. У вас какие отношения с... Нормальные. Всегда были? Да, нормальные. Ну, какие дружбы-дружбы никогда не было. Но достаточно уважительные. Еще давным-давно его первый спектакль в Амхате «Утиная охота». Оля с ним играла эту «Утиную охоту». Я приходил, приходил на сотый, потом мы все собирались, ехали выпивать наотмашь сотый спектакль. Это такой праздник. Никаких конфликтных... С моей стороны, я не знаю, может быть, что-то было у Константина Юрьевича задушено, но он никогда этим со мной не делился. Для вас какова была последовательность событий? Какого числа раздается первый звонок? В день рождения Константина Хабенского, потому что он сказал, у меня сейчас день рождения, нам нужно будет завтра поговорить. Сейчас я не могу, я очень устал. Конечно, Константин Юрьевич, о чем речь? На следующий день... То есть вы ему позвонили в день рождения поздравить? Нет, он позвонил нам. Он позвонил на свой день рождения. Но я не могу, я очень устал. Хорошо, а что, чего. Ну, завтра, все завтра, на следующий день. Так вот, у меня был очень тяжелый разговор, но я была не в силах что-либо решать. Вот сегодня я решаю. Я вынужден буду вас попросить побыть в творческом отпуске. Окей, хорошо. То, что тут все очень как-то сложно. Но я нет, я на это не пойду. Вы пойдете в творческий отпуск, мы все заморозим, кроме мастера и Маргариты. А потом вы вернетесь, как было объявлено в начале сезона, что вам предстоит премьера старомодной комедии. Значит, мы приступаем в апреле по планам. Театр приступает в апреле к репетициям, в июне мы выпускаем. А в апреле вы приедете, начнете тихонько репетировать, и в июне мы выпустим спектакль. Замечательный план, конечно, давайте, раз это необходимо. Для этого нам нужно уйти в творческий отпуск. Конечно, мы уйдем с удовольствием, отдохнем, потому что Диме надо много отдыхать, действительно так. А на следующий день уже днем это было, это были такие ночные переговоры, разговоры. А днем он перезвонил, к сожалению, сделать ничего не могу, вам нужно уволиться. Или они у меня заберут бронь на 29 человек. Как заберут бронь? Нет, вы что, нет, лучше мы уволимся, никто не пойдет убивать за наш счет. Нет. Ну, мы так буты. Сразу же я ответила, и тут как? А как? Какие-то? Да, он сказал, что 29 человек тогда ему намекнули, что бронь с них будет снята. А сейчас у работников театра есть бронь? Есть. Сейчас есть. У молодых актеров, наверное, у рабочих, то, что 29 – это много. Ну, действительно, есть незаменимые осветители, звукорежиссеры в театре, монтировщики, которых, конечно, если их забрать, театр захромает сильно. Ну, я не думаю, что есть какие-то ненужные люди, которых можно куда-то отправить, а есть нужные, которых нельзя. Нет, в данном случае мы не разбирались, кого куда, просто, ну, если от этого зависит судьба 29 человек, мы не хотим, чтобы они шли кого-то убивать или умирать. Нет, конечно, конечно. Мы напишем заявление по собственному желанию. А может быть, это был вообще такой шантаж? То есть это и был шантаж? Константин Юрьевич же понимал, что если мы пацифисты, если мы против войны, которую затеяла эта власть, мы что, разве был вариант, что мы скажем, ой, нет, мы так хотим работать, пусть мальчики идут. Он мог себе такое представить? А я не могу себе представить человека, который ставит других людей перед таким выбором. Ну, у каждого же есть свой буть. Если человек ставит такое условие, ну, кто-то, кто поставил Хабенскому такое условие, значит, он готов идти до конца. Или не готов? Или это просто разводка? Катя, ну, никак невозможно сказать, было ли так на самом деле, что под угрозой был, семья ли Кости, его ли дети, жена, руководство театра. Ну, откуда ж мы знаем? Вот что было, я вам совершенно откровенно рассказываю. Никаких других доставлено, ни фактов, ничего. А, да, он еще сказал, иначе, если вы не подадите заявление, я вас уволю, как нарушение трудового договора, потому что вас нет сейчас в Москве. Физически это заявление вы писали отсюда, получается, из Кан? Ну, да. То есть это не было заявление, которое было написано заранее и лежало, например, у Хабенского в столе, которое можно было доставить в любую минуту? Я не смогу принести эти заявления и показать. Да какая разница? Ну, мы их отсканировали, подписали и отправили. А вот если бы вы сказали, нет, а хрен, неужели бы они действительно отправили на фронт 29 человек? Я не знаю, до какой степени все это было честно. Мы ведь руководствуемся только тем, что мы вот по зуму и по телефону говорили с Хабенским. Только этим, потому что что там происходило до, после, что на него давили и просили, требовали устроить показательную порку. Именно вас? Нас, да. Вас и Ольге? Да. Именно показательную порку. Им нужно было это показать, что неприкасаемых нет. Быстро заткнулись, перестали писать в соцсетях все, молчать. Потому что любого всегда можно наказать, уволить. Вот, пожалуйста. Ну, это такая привычная, властная процедура. Периодически она происходит. Когда, казалось бы, неприкасаемой, а сколько дерьма она у Борисовны вылилась после всего ее отъезда. Уж казалось бы, Примадонна, казалось бы, ну вот кто неприкасаемый? Вот кого? Ну, лучше промолчать. Нет. Можно, оказывается, всякую мерзость ей писать, и про нее говорить, и связывать ее с понятием предатель. А вы какие-то знаки, намеки, там, не знаю, предупреждения, звонки получали, что, ну, лучше замолчать, и тогда все остается, как было? Нет, 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 нет. Вот только дети, только дети. Ну, сын, который, потому что он... Мы очень не хотели, чтобы они шли у нас по нашим стопам. Очень сына упросили, чтобы, пожалуйста, если... Ну, сделай, пожалуйста, нам, для нас, пожалуйста, пусть в семье будет хоть один нормальный человек. Пожалуйста, не ходи в артисты. И он пошел в продюсеры, отучился. Мы так были счастливы. Наконец, теперь мы можем все, что угодно делать, у нас будет свой собственный продюсер. Он два года поработал в филармонии, потом пришел и сказал, мама, папа, ради Христа, можно я буду артистом? И пошел, блин, опять второе образование получил и пошел в артисты. Так как вот у него еще продюсерское образование, он говорил, не надо, не пишите. Вот так, но другими словами больше ничего, никаких знаков, никаких намеков. До этого ультиматума были ли у вас разговоры с Хабенским о том, чтобы вы снизили активность? Нет. Нет, он с вами разговаривал? Нет. Как в театре люди к этому относились, артисты, ваши коллеги? К чему? Ну, к тому, что вы выступаете против войны. Ну, они слушали все это в соцсетях, подходили, говорили, о, слышал вчера песню или там вчерашню басню, здорово. То есть никто не говорил, ты можешь потише? У меня есть один сосед по гримерке, у нас так, гримерки через стеночку, я свеженько ему приносил, зная, что он в соцсети не залезает, он в возрасте. Он слушал, улыбался, комментировал, он тоже любил в свое время рифмовать строчки. Один раз он только сказал, как же ты не боишься? Я говорю, а чего бояться? Это что, не так? Ну, да, да, да. Ну, жизнь сложная штука, надо уметь выживать. Если люди выбирают эту сторону, способность выживать при любой власти, при любом отношении, оправдать все, значит, они эту сторону выбрали, они будут исследовать до самого конца. Потом назад пятками отрабатывать будет трудно. Но и тут я даже знаю, что будут говорить эти люди, некоторые руководители театров. Они говорят, а как? Я должен был спасти коллектив. На мне какая ответственность? Сколько людей от меня зависит? Ну, ушел бы я, пришел бы еще кто-то хуже. Я должен был так поступить. Простите, что лес рубят, щепки летят. Да, пришлось. Они будут истово это говорить, когда все изменится. Разница между тем, что я спасал театр, свою должность, и тем, что я спасал физически людей от того, чтобы их отправили на войну, она огромна. В этой ситуации что вы думаете про Хабенского? Ничего себе, ну, не думаю. Я хочу верить, что это правда, что от него требовали поступить именно так, жестко, что он действительно предлагал разные варианты от академического отпуска до лечения. Он вам предлагал эти варианты? Им. Им, вам не предлагал? Нет, он говорит, я пытался поторговаться, не получилось. Не получилось. Они настаивают на показательной порке. Я в этом участвовать не буду, сказал Константин Юрьевич. И на следующий день свое решение изменил. надо уволиться. Или я уволю по статье, или по собственному желанию. Мы сказали, мы вообще с этим спорить не собираемся никак. Ну, то есть он пытался сохранить лицо, объяснить, что он никогда подобного не сделает. Но пришлось. Я понимаю, но он так хотел заниматься этим делом, что, наверное, ему трудно было решиться. Но как люди говорят, ну и что, ушел бы, все равно же остался бы востребованным актером. Все равно бы играл спектакли, все равно у него и фонд, и дети, и все. Может быть, он боялся, что это все отнимут, и не хотел этого допустить. А может быть, он решил, что вот то, что он сейчас управляет этим кораблем под названием «Хат», и он единственно вернулся, верный капитан на сегодняшний день, и он проведет его через семели и рифы. Но, конечно, пробоину получили. Лучшие секонд-хенды Лондона в районе Чипсайда. Это знал любой столичный житель в 16 веке. Вещи поновее и подороже можно было найти на Бёрчен-лейн, а подешевле и с большим количеством заплаток на Лонг-лейн. Шить у Портнова было достаточно дорого. Вот вещи и проживали по нескольку жизней. Одежду дарили детям, закладывали у ростовщиков, передавали слугам и даже оставляли в наследство супругам. Ну и, наконец, передавали старьевщикам, предварительно срезав дорогие металлические пуговицы и недешевую меховую отделку. Ну а старьевщики находили старым вещам новых хозяев, иногда и не по одному разу. Порой, плащ какого-нибудь придворного аристократа можно было обнаружить спустя годы на бедном фермере в далекой деревне. Сейчас многие приходят к концепции осознанного потребления. Только вот время выйти из дома и поехать на другой конец города в секонд-хенд есть далеко не у всех и далеко не всегда. Хорошо, что теперь любую одежду и аксессуары, хоть новую, хоть секонд-хенд, хоть антиквариат, хоть винтаж, можно купить на маркетплейсах, не выходя из дома. А сделать так, чтобы товары в интернете побыстрее нашли своих покупателей, помогают менеджеры маркетплейсов. Стать таким менеджером можно, отучившись на специальном курсе образовательной платформы «Метология». Менеджер по маркетплейсам это не только популярная, но и очень востребованная сейчас профессия. Он знает, на каком маркетплейсе лучше разместить магазин, как правильно создать карточку товара, чтобы он продавался быстрее и эффективнее, как анализировать продажи, готовить отчетности и контролировать поставки. То есть, буквально отвечает за то, что, где и как продается. Исследования показывают, что продажи на российском онлайн-рынке растут, а с ними растет и спрос на новую специальность. Она подойдет начинающим специалистам, которые хотят обучиться новой профессии с нуля, предпринимателям со стажем, которые хотят зайти на маркетплейсы, но не знают, с чего начать, и, наконец, производителям товаров, которые хотят проанализировать новые способы распространения. Обучение занимает 4 месяца. Как всегда, унитологии программа составлена с упором на практику, так что выйти на работу вы сможете еще до завершения курса, через 2 месяца после начала обучения. Если поймете, что курс вам не подходит, деньги за обучение всегда можно вернуть в течение первых трех уроков полную сумму, после стоимость оставшихся занятий. И еще про выгодные условия. По промокоду «Скажи Гордеевой» будет скидка в 45% на этот и другие платные курсы метологии. Переходим по ссылке в описании или сканируем QR-код на экране и записываемся на курс метологии менеджер по маркетплейсам. Насколько правдоподобны слухи о том, что артистам, которые выходили играть лес после того, как вы написали заявление об увольнении, говорили о том, что если они сейчас не выйдут, то Хабенского снимут и назначат Кехмана. Понятия не имею. Вот этих разговоров знать не знаю. поскольку с нами особо никто не связывается из театра и после всех тех замен, которые произошли, я никаких особых сведений мы с Олей не имеем, никто ничего не говорит, поэтому я и про эти разговоры не знаю. Но то, что Константин Юрьевич изначально думал, что это происки Кехмана, наверное, да. По-моему, это не его происки, это другие. Происки других людей, если это происки. А конструкция какая? То есть подразумевается, что назначают Кехмана и объединяют Мхат имени Горького и Мхат имени Чехова? Наверное, опять объединиться. Наверное. Я не знаю этих всех, я туда не влезаю. Очень вам было больно узнать о вводе Чинишвили на вашу роль в лесе? Ну, я как тот медведь, который кто ел из моей миски, кто сломал мою ложку или кто спал на моей кровати. Ну, сначала это произошел ввод Толи Кота в «Мастера Маргариты» на роль Воланда. А потом уже Сережеча Чинишвили ввелся в лес. Для меня уже это было странно, то, что Константин Юрьевич сказал, что, наверное, мы или снимем спектакль, или заморозим. Ну, только «Мастера Маргарита». Это наш хлебный спектакль, очень популярный, на него хорошо продаются билеты. Вот тут кого-то придется ввести. Как вы думаете, Дмитрий Юрьевич, кого ввести? Я говорю, сами давайте вводите все. Нет, у меня по срокам не получается. Ладно, подумаем. Ну, вот придумали Толю Катарин, сыграл. Дальше вот будет дуэль, где вместо нас с Олей сыграет Игорь Золотовицкий с моей однокурсницей Верочкой Хрыбиной. А потом в Альпурге его «Ночь», куда уже анонсирован вот Михаила Пореченкова. А вот «Спящий принц» и да, «Дорогое сокровище», наверное, там что-то ничего не происходит. Или мы чего-то не знаем. Или введут, или снимут спектакль. Не знаю. «Лес» – это метафорически такая история важная. Во-первых, это режиссер Серебренников, которого теперь не подписывают вовсе. А во-вторых, это история про братство. Она такая… такая… Фигляры. Я артист. Мой народный артист. Афигляры быть. «Вы уж если любим, как любим, а если не любят, так ссоримся или деремся. А если помогают по последним трудовым зашел, то вы только получаете о плане общества, что любит человечество. Да вы только сами себя держите. Сами себя завомляете. Вот вы, нет там даже счастливцев несчастливцев все время конфликтует но в результате да это про братство это про актеров про товарищество про противостояние актеров этой мерзоти предательской который символизирует буланов и тёпушка ну то что наталья максим теникова играет это вот противостояние лесу этой мерзости но то что сейчас то что сейчас какая-то главная подспудная мысль а ну-ка ребята ну 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 откажитесь или что или хоть как-то выразить ну вот например наталья максим она же все время после посадки на дома под домашний арест кирилл семёнович серебренького после аплодисментов обращалась к залу и говорила что это честнейший человек что вот это его спектакль потом когда его фамилию сняли и написали режиссер режиссер она сказала сохраните эти программки они будут стоить безумных денег когда все изменится у кого есть программки кто приобрет увидели что режиссер и все вернется на круги своя да и и зал аплодировал ну конечно чем я сравнивать серебренького ничего она конечно по окончании не сказала что вот мы поздравляем сереже чунишвили с воду блистательно сыграл но роль эту там 17 лет играл ну нет а может быть может быть константин юрьевич попросил ее этого не делать ну чтобы не накалять ситуацию да не накаляйте делайте то что делаете все равно вас выбор то невелик все равно придется играть детские спектакли что и происходит ставить мюзиклы какие-то лясь месь муськи амурные и патриотические спектакли и коллажи больше на сегодняшний день вы ни на что не годны потому что ну я не вижу там в театре тех творцов которые могли бы на отмашь разговаривать из оповым языком то что ставится одно никто из чиновников не под ничего не понимает им нравится а зритель мужичком чувствует что то здесь не то что то актеры выражают ну то что мы собственно говоря делали после 24 февраля мы играли привычные роли которые стали звучать совершенно иначе во первых было трудно выходить на сцену просто трудно особенно в комедиях смеяться заставлять смеяться в то время когда болит и разрывает это у всех очень тяжело ну сжимали зубы и это наша профессия давайте что-нибудь найдем там и находилась она даже в неожиданных местах находилась и сейчас наверное находится и зал на какие-то вещи реагирует совершенно иначе нежели до 24 февраля вы расцениваете ситуацию которая вокруг вас лично сложила сейчас в москве в россии как предательство ну много там предательства произошло я их оправдываю конечно какой-то трусостью боязнь того что ватсап проверяют смотрят и вызовут скажет а зачем вы вот этому человеку писали вот это но девять человек не побоялись и я не думаю что какие-то репрессии на шарахнуться девять человек писать звонить или ватсап или там какие-то соцсети выражать поддержку кто-то даже сказал может быть организовать я не буду называть фамилии чтобы не было людей неприятности может какое-то письмо написать организовать ведь это же не мыслимо это невозможно кто-то звонил просто со слезами а те кого я точно знал что должны позвонить или написать может быть я так сильно заблуждался вообще не с ними в чине двадцати лет я думал что у нас дружеские отношения оказалось это была вся ерунда фикции обман но они не могут не знать что они что-то натворили наверное они в долгую решили что это в долгую или навсегда вот то что сейчас происходит и не и и как бы извиняться и каяться или так чувствовать себя неловко им не придется ну мало ли их эмигрантов уезжала и умирала и похоронена где-то на самом же не в дебуа или как бродский венеции февраля 22 года когда вы опубликовали очень первое свое высказывание антивоенное вы думали о последствиях хотя бы одну секунду понимали понимали что может быть что-то что именно не знаю но раз оно произошло уже произошло если власть боится актеров это каранты этой власти власть боится людей которые выходят на сцену говорят чужие слова чужие тексты не знаю почему но боятся чего-то боятся боятся когда не боишься то просто не замечаешь ну ползет таракан мое дело раздавить не раздавить ну ползи ползи и вот он уберет нет таракан я идеальный зритель да мне правда их искренне жаль потому что они прокололись вот вот преследую ливи миджидовна ахиджакова вы чё с ума сошли вы чё испугались то значит что то в канцелярии не то значит наше дело неправое и не на всех фронтах победим где-то победим где-то нет а может нигде и как она повернется завтра на всякий случай давайте-ка мы выслужимся давайте на всякий случай сделаем мы это сделаем то ну вот как такой пример вот как за уши тянули одно время зенит футбольный клуб ах я думаю когда мы все-таки свернем на футбольное дело чтобы было понятно да вот желание доложить владимир владимирович зенит чемпион вот это вот желание вот кто первый успеет это доложить рассказать совершенно не думая о том что ему наплевать на зенит и на футбол вообще но все равно надо доложить вот зенит чемпион я первый вам сказал владимир владимир вы меня за да да это я допчинский их вам доложил вот и здесь также желание на всякий случай но на всякий случай надо этих людей как-то и уголовную статью им надо найти вот и и при этом этого ничего же не произошло а люди одурманенные этой пропаганды которые продолжаются начинают мне писать что сбежал в израиль какой израиль это не израиль это франция сбежал в израиль и там с женой на раскладушке у друзей кое-как живет неправда на втором этаже у нас спальня огромная широкая кровать что еще они врут по этому поводу умрешь в нищете сволочь усатый поваренок усатый таракан поваренок предатель но это мягко вот они бы сами почитали бы всю ту ленту которую с их помощью происходит они бы увидели что все что против меня это как правило не здороваясь это на ты даже если это молодые люди пишут это с матом это с угрозами это с грязью пошлостью мерзотый и когда люди им отвечают почему-то люди им все отвечают нежно и ласково на вы говорят это вы чего-то не понимаете это что и что и я сразу вспоминаю роман мариса семашка маздак когда люди в белых одеждах в огромном количестве шли против людей в кожаных черных куртках вооруженных и которые их порубили посекли уничтожили этих людей в белых одеждах добро исторически хронически не способно объединяться а зло это делает на раз и мгновенно и когда их даже мало сплотившись они представляют огромный черный комок огромную силу мощную сплоченную они понимают что у них спасение в этом добро долго не понимать долго не понимает что надо объединяться чтобы противостоять этому черному пушечному ядру что объединившись они просто сотрут уничтожит но долго не ну когда пора придет добро объединяется все сносит и все это все к сожалению окрашивается красным цветом в одном из недавних интервью вы сказали о том что вы не будете жертвовать деньги в ссу это вызвало шквал возмущения объясните почему я против того чтобы люди убивали людей это недопустимо люди не должны убивать людей как бы ни было желать провоцировать с продолжать эту это эскалация это эскалация она не остановится никогда если мы сами за границами этого конфликта не остановимся не поймем что это не потребно этого быть не может это быть не может 21 не говорит капитализм всегда войны но не всегда не всегда и как сказал громыко 10 лет переговоров лучше одного дня войны а у нас этого никто не понимает какие 10 лет переговор вот уже второй год войны все пропитана кровью на который потом ничего не вырастет ничего не построишь ничего не будет я против категорически против что было решение купить квартиру именно в каннах это вообще был совет совет наших друзей приятелей искал все просто что-нибудь чтобы это что-нибудь было на все случаи жизни это было предчувствие какое-то или нет это мы наверное каждому из нас нужно дать сначала по башке чтобы ощутить все весь ужас и десять лет назад мне дали вот по голове в смысле по лицу в прямом смысле на садовом кольце в воскресенье в два часа дня мы ехали с ареной с маленькой который на тот момент было 12 лет человек подставлялся подставлялся чтобы я я в него въехала я уходила от столкновения в конечном итоге он просто обогнав меня по встречной резко встал и я чуть-чуть в него въехала он устроил скандал когда прибыла полиция я попросила я говорю вы зафиксируете вы же видите что вот следы следы его торможения мне сказали да да зафиксируем я вышла и говорю ну что доволен что бум мне в ухо я упала и как выяснилось я потеряла сознание а дочь рядом смотрит дочь в машине сидела все все смотрит она мне и сказала что я упала и что я лежала на проезжей части потом подъехал дима милиция сказала что они ничего не видели три человека камера была не работала ну или она отвернулась в этот момент или что-то меня за заставили ехать в это отделение милиции мне не дали освидетельствование врача я как выяснилось как называется с сотрясением мозга там какие-то бумаги подписывала ничего не могли сообразить потом оказалось у меня разрыв барабанной перепонки мы пытались начать разбираться нам сказали нет это все вы выдумали этого ничего не было нет ни одного факта который бы это подтверждал у вас нет видеозаписи ваша дочь не является свидетельством потому что она дочь и все и потом наш замечательный друг ну очень мудрый он сказал я понимаю это жуткая несправедливость оля ты хочешь чтобы этого человека убили я как же я могу хотеть убить кого-то я же не господь бог суд или господь бог решает кому жить кому мирить но не я он говорит тогда пожалуйста смирись с этим я знаю что с несправедливостью трудно смириться но это тоже пройдет вот собственно это явилось тем самым в прямом смысле по башке когда было понято что лучше квартирка в каннах маленькая но какая-нибудь как мужчина вы чувствовали ответственность что вот вы пишете заявление и к этому привела ваша последовательная позиция но вместе с вами уйдет ваша жена которая актриса и для которой это тоже крест на карьере катерина почему же крест я сразу сразу должен вас поправить никакого креста не на моей карьере не на оленой в родном мы не ставим в родном театре в родной стране когда все закончится а вы думаете что мы все это увидим безусловно когда все закончится мы будем выбирать возвращаться нам в художественный театр или пойти в другой наверное проще пойти к тем людям которые так явно нас не предавали потому что вернуться на сцену играть здороваться обниматься как это было раньше системе которые какой-то момент стали для нас не рукопожатными а мы для них это очень тяжело очень тяжело играть с с лицемером любовь дружба и так далее это это да возможно но это очень тяжело и сосуществовать с ними архи сложно поэтому никакого креста на профессии нет мы продолжаем заниматься продолжаем что-то творить выдумывать пробовать и будем этим заниматься и мы россии не предавали россия нас не предавала мы вернемся может быть в другой театр может быть нефтеатр но мы вернемся и будем продолжать творить хотя я уже подустал я уже буду стал уже годы я все время даже сам не могу разобраться какие-то ничего я или нет вот жена говорит что я подбираю когда я говорю что я хочу сидеть вот здесь больше ничего не делать но при этом мы репетируем при этом у нас гигантский список гастролей до осени 2024 года многое расписано и с разными названиями поэтому я более не уничтожил и не поставил я на тебе крест толик а ты на мне я еще никогда не записывала интервью в присутствии жены это как сложно а потом будете записать интервью в присутствии мужа да не сложно нет мы единомышленники я говорю мы иногда можем поспорить и поспорить очень ярко и яростно но но это для рождения истины только вы устраивает так разговариваете друг другом как разговаривают влюбленные люди да а что было за пауза да хотел плохо пошутить да оля меня любит я хотел да подумал что когда вы выключите камеры я получу чего боитесь болезни не хочу не хочу мы пережили это тяжело да тяжело но справляемся друг друга поддерживаем кто из вас сильнее сейчас она вот так вот меняются прям в течении дня вот она хорошее пром recession чу変 покая нибудь гадость если это тебе ладно отдадите но если эта радость у меня будет поддерживать века так мы так и будем друг друга поддерживать это самово волокого так будут шо актерская семья в общем и такая сложная штука с конкуренции ревности профессиональное да 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 но дима всегда был в тех пор как она началась эта популярность я конечно очень расстраивалась отчаивалось что мне это не дано. Это в свое время Сергей Васильевич Женовач, будучи художественным руководителем театра, мне вручал знак почетный, который уже многие лета дают в театре отслуживших 5 лет, 10 лет. Вот мне давали на 15 лет, только оно было из-за пандемии, не на 15, я уже к тому времени, по-моему, 16 лет, что ли, и отслужила. И нужно сказать какую-то, какие-то прощальные... О, фу. Благодарственные. Я не зря оговорилась. В то время это была пандемия, и все помирали. И я тогда сказала тем сидящим в портретном фойе художественного театра, я сказала, я хочу поблагодарить каждого из вас, я хочу поблагодарить всех своих учителей, я хочу поблагодарить всех сидящих в этом зале, пока вы еще все живы, поблагодарить за нашу рабскую профессию, что вы помогаете, потому что без вас мы друг друга не существуем. И на что Сергей Васильевич мне сказал, почему рабская? Я говорю, я вам потом расскажу. Он не захотел с этим согласиться. Так вот теперь вы все знаете, ребята, не только профессия рабская, так и живете вы при рабском режиме. Вы же все рабы, ну вы чего, ребята? А вы думаете, что вы что-то можете? Моя там 70-летняя тетушка, когда я вдруг какой-то был разговор, я говорю, тетом, ну что же вы, ну что вы городите? Она живет в городе Новосибирске, не в Мухосранске, а город Новосибирск. Я говорю, ну что вы несете? Что у вас с головой? Я говорю, вы были когда-нибудь на море? Она говорит, нет. Я говорю, а почему? Я говорю, вот вы работаете на трех работах. Вы всю жизнь пахали за себя, за трактор и еще за всех вокруг. И вы ни разу не были на море. А мне не надо. Смотрите, в МХТ там сложный был период, после смерти Табакова был Женовач, а после Женовача пришел Хабенский. И труппа по-разному реагировала и на Женовача, и на Хабенского. А вы были среди тех, кто поддерживал назначение Хабенского? Мы вообще в этот процесс не вмешивались, так же, как и назначение Женовача. Мы были здесь, когда это происходило, а театр задумал маленькую революцию. И нам звонят, говорят, приходите, срочное собрание труппы, будем там. Я говорю, даже физически мы не сможем прилететь отсюда, поэтому вы уж там сами как-то разберитесь. И там, да, долго спорили, и тогда покойник Дима Брусникин очень хорошо сказал. Чего вы спорите? Уже назначили. Женовач. Ну, уже назначили. Чего тут спорить-то? Мы не можем ничего противопоставить. Вот есть Сергей Васильевич Женовач. Вот с ним и будем сотрудничать. А что нам? Мы не можем ничего противопоставить. А с Константином Юрьевичем как его назначили? Ну, тоже. Вот такая же ситуация. Назначили. Ну, назначили. Мы так давно в театре, мы так много видели художественных руководителей в разных театрах. Их смены, их приходы, уходы. Столько знаем исторически, что творилось там, на моей памяти, в Малом театре. Сколько было? Вы из Малого театра уходили с большим скандалом. Не было никакого скандала. Было какое-то завуалированное желание все-таки меня оставить. Но если я последние два года пребывания в Малом театре не здоровался с Юрием Михайловичем Соломиным, ну, можно назвать скандалом. Ну, я был не согласен с чем-то. С чем? С тем, что у Юрия Михайловича был какой-то личный конфликт с Борисом Николаевичем Ельцином. И поэтому весь театр страдал. А мы только тогда нас назначили национальным достоянием. Мы, Большой театр, Мариинка, по-моему, БДТ. И мы должны были получать какие-то огромные гранты, что должно было отражаться на нашей нищенской зарплате всего театра. Ну, у Юрия Михайловича какой-то был конфликт, о чем я на собрании труппы сказал, что вы как-то смирите гордыню. Пусть театр живет, а вы уж как-то с Борисом Николаевичем разберетесь. Мы-то здесь при чем все? Конечно, он мне этого не простил. Тут же я был снят со всех ролей. Отменены мои гастроли в Японию на 40 дней. И как-то так мы два года сосуществовали, пока Борис Морозов не позвал меня, уйдя из малого театра, за собой в театр российской армии. И был юбилей у Юрия Михайловича, а я обычно все юбилеи какие-то поздравления в стихах писал. И здесь тоже мне говорят, напиши, напиши, Юра тебя простит. Я никогда так трудно не писал. Мне нужно было, чтобы каждое слово, каждая строка была двусмысленной. Ну, так оно примерно и произошло. И труппа, стоявшая на сцене, разделилась пополам. Половина говорила, как же он лижет, Юрий. А вторая, как он не боится это сказать. Я знал, что Юрий Михайлович при всем уважении поймет только верхний слой этого поздравления, что и произошло. И он поблагодарил меня потом за поздравление. И все, и вроде как все наладилось. Но я к этому моменту уже знал, что ухожу в театр российской армии. Я ушел, и так все и случилось. Так а с конкуренцией вы как справились? С Димой? Ну, сидела, ныла. И он меня убеждал, что сначала он говорил мне, да, это было у тебя, потому что я была ведущей артисткой. Он мне сначала говорил, что, ну, это было и будет. А потом перестал говорить было. А все-таки, когда ему что-то предлагали, он в свою очередь говорил, ну, вы посмотрите на эту артистку. И потом мне скажете, если вам она не понравится, вы поймете просто, что я что-то в этом деле понимаю. И они смотрели, и очень многие соглашались. Давали вот такие ролики, из которых что-то там выуживалось, и оно становилось... Ну, кино нет. То есть любовь оказалась больше, чем конкуренция? А, да. Если в этом смысле, то да. Да. Конечно, смиряла свой пыл. А что делать? Ну, да, потому что, ну, тут, если прет вот в этой профессии, если прет, нельзя сказать, ой, пошло оно все, нафиг, мы будем только любить. Нет, зачем же? Ну, я-то понимаю, что это идиотизм. Ну, очень хотелось, чтобы было вместе. А пришла сюда, Олег Павлович мне звонил, поэтому меня брал не Константин Юрьевич, а Олег Павлович Табаков, а уволил Константин Юрьевич. Поэтому мне не так жалко. Вот если бы Олег Павлович, наверное, было бы больше неприятно, кстати говоря. А сейчас меньше. Мы из другого МХАТа ушли, из того, которого нет. Конечно, жалко, что нет ни Табакова, ни Волчек в случае с нами или с Ахиджаковой. Мне многие пишут, ну, вот он был соглашенец, вот он на сто процентов Табаков. Зря вы его там надеетесь, что он... Я-то немножко лучше знаю Табакова, чем эти все люди. Мне трудно судить, как бы он поступил, но то, что совершенно иначе, то, что он их перехитрил бы всех, я совершенно не сомневаюсь. Более того, он даже, наверное, в чем-то перехитрил бы нас с Солей. Это был умница. Да, он совершал некие поступки, о которых даже люди, которые им не пишут, знать не знают. Внутритеатральные, в своей школе, где он преподавал, неважно. Он совершал не очень хорошие, с моей точки зрения, поступки. Но глобально человек, который корчит вот такую рожицу, которая на самом деле не... Он ее корчит. И он убирает сразу все противостояния. Он умел делать, он умел это сводить, хитрить. Когда его ученик Машков когда-то сказал на съезде Единой России, я пришел отдавать долги. И сюда я пришел отдавать долги. Это мой долг. Это наш долг сделать так, чтобы наши дети и внуки были счастливы в нашей стране. Это наш долг перед нашими отцами и дедами, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы сегодня жили в России. Я присутствовал при том, когда к Олегу Павловичу подошли и сказали, Олег Павлович, вы слышали, что ваш ученик сказал? Что? Ну, вы слышали, что вот он сказал на съезде Единой России? Нет, не знаю. Не знаю. Я видел, что он знает. Он не считал нужным людей ставить в известность, что он по этому поводу думает. И что он по этому поводу сделает. Я думаю, что и Волчек нашла бы возможность обойти это. Потому что войти в историю с этим клеймом никому не хочется. И они бы этого не допустили. Я не знаю как. Может быть, поговорил бы с нами, попросил бы снизить градус наших выступлений. А вы бы снизили? Подождите, это другая история. Но он попросил бы, он бы сделал какую-то возможность. Он подсказал бы, наверное, какие-то ходы. Потому что он точно не хотел терять нас, как творческих единиц в театре. Я просто знаю, как он к нам относился. Как он за глаза про нас отзывался. Мы знаем, когда Греф пришел на мастера Маргариту с вот таким букетом желтых роз и с супругой. Сказал, правду сказал Олег Павлович, вы играете эту роль, гениально. Говорю, странно, мне он не говорил. Да, нам сказал. И когда я встретил Олега Павловича, он говорил, Олег Павлович, а почему вы мне не говорите, что я играю, это гениально? Ну, мне многое стало в этом понятно. Хотя бы применительно к этому спектаклю. Тогда венгерский режиссер Яна Шасс требовал быстрее, 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 потому что роман огромный. Спектакль длинный, это непривычно для западного зрителя. Его вариант шел два с половиной часа, а наш идет три с половиной. И он сказал, быстрее, быстрее, быстрее. А около меня сел Табаков на его разборе и говорит, Димка, а ты должен заслужить право играть медленно. Я ему так благодарен за некоторые его умные цитаты, ставшие для меня цитатами, за его мысли. Ходят слухи, что артист Назаров, который много работал на телевидении, головокружительно богат. И он может себе позволить жить, не работая в любой точке земного шара. Так ли это? Я не знаю, что такое головокружительно богат. Я знаю, что, когда мы поженились, мы занимали деньги на житье, бытие у моих родителей, которые тоже артисты. В тот момент еще был жив мамин муж, мой отчим. Мы просили их, ну, как-то нам помогать, и они помогали, потому что у нас один ребенок, поэтому второй ребенок. Вот и мы жили, мы брали в долг. Потом мы брали в долг у тех, у кого были деньги, потому что мы очень хотели увеличить нашу жилую площадь, но у нас не хватало на это денег. У меня в тот момент, я жила в коммунальной квартире, и одна комнатка была, а у Димы квартира, оставшаяся на речном вокзале от его родителей. Нам не хватало, чтобы обменять на это денег. Жили, что-то копили, не копили. Потом какие-то проекты. Да, действительно, на зарплату артиста жить, ну, можно в лучшем случае платить за квартиру и покупать хлеб, да, возможно. Судьба артиста, она такая, это все зависит от чего-то оттуда. Ничего не зависит от таланта. Да? Талант сопутствующий. Он может быть, и его может не быть. А судьба будет успешной или неуспешной. Ничего не зависит от этого. Вот, и потом кто-то случайно увидел на том же телевидении кастинг-директор. Она пришла, посмотрела, увидела, сказала, неплохо, бам-бам-бам-бам, сложилось, пазлы сложились, все, первый фильм закон. И поехала, поехала, поехала. И кино, конечно, это деньги совсем другие. Кино – это не актер, это монтаж и режиссер. Удачно, если все это складывается. Он зарабатывал, содержал всю нашу семью. Потом мы стали помогать нашим родителям. Потом мы смогли переехать на Красносельскую. И у нас стала большущая квартира 47 квадратных метров. Мы жили вчетвером. Потом дети стали вырастать. Мы хотели как-то увеличить, потому что мальчик-девочка разнополый, но у нас не хватало денег на то, чтобы увеличить. Но у нас появилась дача. Но надо было детей расселять, потому что они нас уже изжили. Мы уже жили на кухне с Димой. То есть мы там все спали, ну, спали, и все происходило в общей комнате. Потом снова какие-то заработались, подкопились деньги. Мы опять хотели увеличить квартиру. Но нам не хватало. Но нам хватило квартиры в Каннах. Парадокс нашей замечательной России. Вот и все. Богат, ну как, вот так богат, да. Почему именно Каны? Каны, ну, здорово, смотрите. Солнце. Спокойно, тихо, свобода. Не, я не думаю, что Каны как Каны. Каны, ну, здесь был символизм какой-то. Ну, красная дорожка, на которую, в конце концов, надо зайти и получить какой-то приз. Это уже наша надежда и мечты никто не отменяет. И я уверена, я сказала Диму, это будет наше. Я не знаю, как... Тут символично. Воздух свободы, который неизвестен большинству наших сограждан, он, к сожалению, есть. Именно воздух свободы, когда ты можешь дышать, когда ты можешь говорить вслух, когда ты можешь не бояться за своих детей. Арина-то вот и было как раз лет 12-13, когда мы сюда. И я первая спросила у каких-то людей, занимающихся продажей квартиры, а Арина сможет, вот, например, одна пойти, вот тут надо пройти 300 метров до моря, она сможет? И мне сказали, ну, вы что, это же Каны. И это мне так сложно стало. Ну, раз это Каны и вы что-то, тогда все, ну, какие могут быть разговоры. Меня это устраивает. С вашим отъездом в связи, с вашей позицией у детей есть какие-то карьерные проблемы? Или вообще проблемы, связанные с жизнью в России? Очень надеемся, что их не будет. Потому что, если будет, ну, это уж какая-то такая мерзость. Не знаю, чтобы не злаясь, сухо деревьев за пятница. Пока нет. А почему должно быть? Дети за родителей не отвечают. Это кто сказал? Так принято. Главное, что и среди них нет ни одного Павлика Морозова. Или Павла Морозова. Нету. И они пока от нас не отрекаются и ничего этого не делают. Они вам говорили, ну, будьте вы, блин, потише. Не потише, нет. Нет, просто говорит, пап, ты написал, вот это вот не поймут. Я написал такую кошачью басню, в которой употребил Мордана, как кота Мурдана, Мурдан, и одного из деятелей Института культуры по фамилии Кот. Он ректор или кто-то. Вот эти два человека, которые начали эту кампанию, которые попросили обратить внимание на Назарова с супругой, которые тогда-то выложили это, тогда-то выложили это, тогда-то выложили это. И тут все обратили внимание. Вот эти две кошачьих твари абсолютно никому неизвестны. И известными они никогда не будут. Поскольку излагают они омерзительно. Слог-то какой-то неприятный. Ну и сами по себе не очень симпатичные. Не получилось у них за счет нашей крови как-то прославиться. Не получилось. Но попытку они сделали. Попытку сделали. Может быть, они произведут вторую попытку. Еще на кого-нибудь замахнуться. Еще на кого-нибудь. Но они точно вот начали, покопались в моем Инстаграме и начали по числам, по всему, выдергивая фразы отовсюду. Видите, там такая была фраза. Такая. Она была совсем другая в контексте. Она была совсем другая в другом контексте. А наш народ, он так привык к тому, что ему не дают информации, а дают комментарии. И они так любят эти комментарии, потому что они привыкли. Потому что, начиная с программы «Время», в советские времена, мы никогда не получали информацию. Мы получали комментарии к этой информации. То есть предложение, как к этому или иному событию надо относиться. А относиться надо вот так. Вот к этому плохо, к этому хорошо. Вот это хорошее событие. Слышите? Хорошее. Это чем занимается наша пропаганда? Она все, что у нас происходит в мире, вокруг, комментирует и заставляет верить в комментарии. Вот есть события. Вот одна страна напала на другую, а заставляют думать совсем о другом. Совершенно не о том, что люди умирают с той, с другой стороны, что вычищается, что это обоюдный геноцид, что вот это сегодняшнее стояние 10 метров вперед, 10 метров назад, оно все полито кровью с обеих сторон. И об этом никто не говорит. И люди сами об этом не думают. Вот в массе своей вот это новое модное слово «глубинный народ». Что в нем глубинного? Он на самом-то деле поверхностный. «Глубинный» те, кто ныряют внутрь проблемы, те, кто находит аргументы и за, и против и пытается их в своей голове столкнуть и найти правду. Поэтому я прошу никого не слушать пропаганду ни ту, ни другую, потому что та и другая воинственно. Решайте сами, решайте сердцем. Смотрите, что происходит, и к этому выписывайте свое отношение. Этого не позволяют делать этому поверхностному народу, который по верхнему слою. Вот наши пропагандисты, они шуруют по верхнему слою. Вот сейчас, грубо говоря, Соловьев завтра скажет, что они там во Франции по утрам едят младенцев. Поверить в это невозможно. Ну, завтра же мне напишут, сволочь, ты жрешь младенцев во Франции, ты для этого уехал. Это очень поверхностный народ. Глубинного в нем нет ничего. Но это же ваши зрители. Да, так мы для этого и занимаемся этой профессией, чтобы превратить их из поверхностных в глубинных. Получается? Часто да, поэтому мы очень разборчивы в тех сценариях, которые нам присылают, в тех постановках, которые нам предстоят. А можно ли, а есть ли повод поговорить с людьми, а есть ли возможность через рампу докопаться до их душ, сердец, мозгов, в конце концов? Есть ли этот повод? Если его нет, это потеря времени, потеря денег. Ну, что? А вам не кажется, что то молчание и, в общем, молчаливая поддержка происходящего, которая есть в России, она отвечает на вопрос о том, получилось ли кого-то как-то сделать честнее, лучше, бесстрашнее. Не получилось. Ну, мы же эту процентовку не знаем, потому что люди, которые были в театре, вот у меня нет ни одного сообщения о том, что я был, была в театре и полное дерьмо. Не артисты. Мне могут сказать, что, ну, что он там, кроме кухницы сыграл? Ну, слабенький артист и так далее. А люди, которые были в театре, пишут, да я была, это потрясающе, это заставляет думать, это харизма, энергетика и так далее. Много всяких пить. Что они вдвоем творят, вот с Олей. Люди, которые пришли в театр, они, конечно, правильно инфицированы. Оттуда нельзя уйти равнодушным. Ну, к сожалению, эта аудитория большая сцена, 200 человек малые, 250, а киноаудитория это миллионы и миллионы. Ну, тем не менее, 800, 800, 800, 800, 800, в течение 20 лет 7 раз в месяц, по 800, по 250. Нет, нет, нет. Мы видим, как они реагируют. Мы знаем, насколько это прекрасно, когда зритель встает на аплодисменты. Вот этого нас пытались лишить, даже не думая об этом. Нас лишали зарплаты, считая, что мы на эти деньги жили. Скажи, Гордеевы, говорю, в театре никто не живет на театральную зарплату. Это слезы, это смех, даже в художественном театре. Это для поддержания штанов. Все выживают за счет параллельных работ, которые, ну, так называются, халтуры. Ну, телевидение, телевидение, кино, реклама, концерты. У вас ничего этого не будет. Дед Морозы, там вот эти всякие. А вот, кстати, я всегда хотела спросить, Дед Мороз, это общественная должность или платная? Вот меня спросите? Ну, вы же Дед Мороз. Я нет. Были? Много лет? Я много лет был помощником всероссийского Деда Мороза. Катерина. Меня долго отбирали через экстрасенсов тогда это делали. Это правда, что ли? Это покойные люди, да. Да, и меня привезли в Великий Устюг, и я с Дедом встретился. Мы с ним поговорили, а дальше мне надо было объяснить, что такое микрофон, как говорить с людьми. Он никогда на площади не выходил. Его дело прийти в новогоднюю ночь, положить подарок скромно или кому-то явиться во сне или как. А-та-та сделать, потому что это это же не Санта-Клаус. Это суровый российский дед, которому больше двух тысяч лет. Это языческое божество, это очень серьезно. Но вы брали благословение, просили благословение у Алексея Второго. Да, как вы готовились. Да, действительно, в снесенном ныне концертном зале России я стоял в очереди за благословением среди всяких депутатов, сильных мира. А почему в концертном зале России? А там что-то праздновалось православное. Может быть, это было связано с Пасхой или с Рождеством. И был Алексей, и я подошел и говорю, вот мне предлагают помогать Деду Морозу. Это же языческое божество, как мне быть? Он говорит, правильно, надо отвадить от Санта-Клаусов наших детей. и благословил, и я поцеловал ему руку, и он меня на это благословил. И тогда я с легким сердцем поехал в Великий Устюг, и тогда мы пообщались, действительно, ничего такого противоречившего православию дед не делает. Он просто наказывает и воздает здесь и сейчас. Вот здесь и сейчас. Кары настигают очень быстро и благодарность. А Господь иногда с этим тянет, дает возможность оступившемуся исправиться, а праведнику наоборот оступиться. Наверное, так. Вот видите, он же сейчас тянет, все же это происходит, уже больше года не вмешивается почему-то. Вы верующий человек? Угу. А иначе чего же я благословения-то просил бы? Сейчас вы обсуждаете со своим духовником происходящее? Нет, нет духовника. Я ничего этого не обсуждаю. Мне боязно нарваться на батюшку поддерживающего это. по разным обстоятельствам. Я очень этого боюсь. Потому что конфликт с этой персоной для меня страшен. большинство артистов, которыми так или иначе я разговариваю, они говорят, я никуда не поеду, я останусь здесь, я готов на компромиссы, потому что кому я там нужен, говорят они, имея в виду отъезд. И эти люди сильно младше вас. Когда вы принимали решение, что вы не вернетесь, вот этот страх кому я там, теперь уж для вас здесь нужен, он имел решающую роль? Нет, мы, наверное, так не ставили этот вопрос. Мы всегда надеялись, даже не думали о том, что мы здесь будем когда-нибудь жить долго, но если мы вдруг будем, то хорошо бы нам здесь организовать театральную школу, потому что наши дети опять-таки всю жизнь говорили, почему же вы не ведете, вы лишаете, вы лишаете будущих актеров тех знаний, которыми вы нас обогатили, потому что если бы не было вас рядом с нами, мы бы не были такими хорошими артистами. Они очень хорошие артисты, за которых действительно нам не стыдно. Но это благодаря вам, вы даете что-то, то, чего нам не дали еще наши педагоги, вы дополнительно даете, у вас очень хорошая школа, вы владеете чем-то и еще, вы обязаны, вы обязаны преподавать, и мы всегда это держали. Мы устроим, ага, вот здесь, а вот здесь, да, здесь совсем малышей, для малышей мы не будем. Так, Дима, будешь на французском, если что, я буду на эсперанто на каком-нибудь, к тому времени что-нибудь подучу. Да, в общем, как-нибудь разберемся, будем преподавать, а что ж, это прекрасное дело. Поэтому вопрос, кому нужен, да, в крайнем случае, мы будем, мы всегда будем нужны своим детям, мы всегда будем нужны друг другу, и это будет уже самодостаточно, потому что действительно столько, сколько Димы сделано, он в прямом смысле. Уже этого багажа уже достаточно для того, чтобы сказать, ну, ребят, теперь я хочу сибористовать, теперь я хочу вот сидеть вот так, вот смотреть на море и больше уже ничем не заниматься, и только в охотку. Мне сказали, приезжай, я приеду. они сказали, так и ради бога. А жить вам будет на что? Будет, а что нам осталось-то? А дети заработают. Ну, они же должны сняться еще в каком-нибудь замечательном западном кино, Голливуд. Хорошие артисты везде нужны. Надо только захотеть и как-то там бескомпромиссно, потому что этот вопрос был решен для нас давно. Компромиссы закончились. Да, в юности они позволительны, когда ты не очень понимаешь, что и как. Но с какого-то момента времени вот дальше, пожалуйста, ваши компромиссы оставьте при себе. Мне одна коллега сказала, ты зачем это говоришь? Тебя сейчас тут заклюют. На что я ответила, Оль, зато мне не стыдно перед своими детьми. Пусть меня заклюют. Это же самое главное. Но если мы в конечном итоге решили, что у нас будет ребенок, это так ли, родной ли, другой ли, но с нами, он будет наш. И чтобы мне было дальше жить-то, ну вот они останутся после меня, потом, даст Бог, будут внуки, они же будут гордиться, они же будут говорить. Наши-то не прогнулись, а наши-то молодцы. Это ведь так сладко. А вы слышали такую позицию? Я сейчас не могу, уехать, я вот сейчас заработаю, а потом уеду. Нет, я слышал другую позицию. Как хорошо, что вы уехали, но мы-то не можем, у нас нет этой возможности. На это расчет сделан, был давным-давно. В массе своей люди должны быть лишены этой возможности. Лишены возможности выехать, заработать. Люди должны жить от зарплаты до зарплаты, при этом занимая у родственников взаимно, деньги, чтобы до этой зарплаты дотянуть. А вот так вот взять, сесть на свою машину или купить билеты на самолет, и куда? На раскладушках у друзей жить как? Чем питаться? Как дети? Куда? Эта страна лишила их этой возможности заработать, иметь вот эту подушку финансовую, вот эту подушку безопасности, как я ее называю. И поэтому смысл поддерживать. Потому что если завтра все население бы свалило куда-нибудь, ну и что? И вот пустая Россия. И входит с востока Китай, с запада, НАТО. В пустую Россию нет никого, людей нет. И доходит до Кремля. Здравствуйте. Вы кто? Я президент. Чего? Все, теперь это наша территория. Ну такая фантазия. Ужас какой. Ужас. Или все в одночасье отравятся. Ну вы этого хотели, чтобы нас не было? Ну давайте мы всей страной отравимся, удавимся. Ужасно к этой мысли подводят. и ну все будут протестовать, из голой задницы орать, все хорошо, мы хорошо живем, день от дня все лучше и лучше мы живем. Да. Промышленности нет, ни тяжелой, ни легкой, ни военной, как выясняется. Ничего нет. И перспектив нет. И надежды, что завтра это все появится, нет. Мы заняты совсем другими вещами. но при этом мы одобряем, одобряем, потому что нам хорошо живется. У нас такая замечательная вертикаль и скрепы на ней. Кто это вертикаль? Какие скрепы? Поверхностный народ этого знать не знает. Правда, что у вас во время съемок кухни были конфликты с Нагиевым? Никаких конфликтов не было практически ни с кем. Иногда конфликтовал со сценаристами и режиссерами. И тоже это не конфликт, это рабочий момент был. А вы сейчас с ним общаетесь? С кем? С Нагиевым. Переписываемся. Как вам то, что он делает в Инстаграме? Это можно считать протестом? Знаете, мне говорят, пишут, вас много ли много ли актеров кухни написала, поддержала? Двое. Я не буду говорить, кто. Чтобы не навлечь на них провластный гнев. Все про себя все знают. И я теперь про них все знаю. Были люди, с которыми регулярно переписывались, обменивались. Сейчас такое ощущение, что мне даже хочется залезть и спросить. Иванов Иван Иванов, живой еще? А, живой. Ну, я понимаю, что они живые, они боятся. Боятся. Они, я точно знаю, придерживаются моей позиции, нашей позиции. Но они боятся. А давно ли такое началось, что люди боятся просто написать кому-то? А это со Сталина началось. Это уже генетически у нас внедрено. А от родителей детям, от детей своим детям и так далее. Вот это ожидание черных воронков и шагов по лестницам по ночам, когда приходили и забирали по ночам. это генетически въелось. Не хочется терять карьеру, ну, вообще жизнь свою спокойную, не хочется терять зарплату, не хочется быть уволенным, не хочется быть лишенным кинематографа, хлебного места, тяжелейшего, неинтересного, но хлебного. Не хочется этого ничего терять, а кое-кто хочет еще приобрести за счет одобрямс. Я за. Заметьте меня, дайте мне вот это, вот это и вот это. Я очень хорошо с этим справлюсь. Смотрите, эти же места освободились, люди уехали, они предатели, подонки, твари. То есть это не вопрос совести, это вопрос комфорта, что ли, получается? Они могут думать как угодно. Хотя они сейчас с пеной у рта будут мне, или, может быть, сейчас уже отвечают, с пеной у рта. Чего ты врешь? Чего ты врешь? Да ты сядь на полиграф и там скажи, чего ты врешь. Вот сядь на полиграф. Вот на тебя все это присоединят и попробуй там поддержать. Осциллограф сразу покажет, кто ты и за кого ты. Поэтому я не очень понимаю тех людей, которых они поддерживают. Они должны отдавать отчет, что их поддерживают конфермисты, соглашатели, угуны. Люди, которые создают атмосферу приятия нынешней политики партии. Ладно, так вы мне не сказали про Нагиева. То, что он делает в Инстаграме, Нагиев, это компромисс или это позиция? Я знаю, что то, что он сделал последнее в Инстаграме, ему написали, ах ты сволочь, ты в желтой куртке на фоне синего неба и с синими глазами стоишь. Это ты на что намекаешь? Ну, ладно. Серьезно. Ну, идиоты! Ты с голубыми глазами в желтой куртке, значит, ты желто-блокитный. Это вы пишете, вы, друзья мои, это вы пишете это. Не вы лично, а ваш сосед, ваш родственник тут. И такой глупости тонны. А вы читаете все комментарии? Я все читаю. Я все читаю. Это нервы. Да нет, это когда-то тогда, это я еще на футболе все это привык. И у меня замечательная мозоль уже наработана. Меня не проймешь вот этими глупостями. Раньше я как-то отвечал на это. Иногда отвечал в стихах, эпиграммами, все. Сейчас для меня проще удалить идиота. Тем более вы такие читаемые. Когда 50 человек пишут один и тот же текст, я понимаю, вы можете спорить кто угодно, что вы не боты, но 50 человек не могут писать одними словами мне гадость. Иногда я их вычленяю. Есть думающие люди, которые пытаются разобраться и пытаются меня привлечь к ответственности, опираясь на Ахматову, опираясь на... Гумилева они не трогают. На каких-то еще или эмигрантов, или что-то даже Сенеку кто-то приплетал. Ну, ерунда. Когда я вижу, что это думающий человек, который действительно немножко запутался в этой ситуации. Я отвечаю. Я отвечаю. И примерно один из пяти обретает мою точку зрения. То есть мы с ним сходимся, он перестает меня обижать, извиняется за то, что он это сделал. Да нет, я прекрасно понимаю, сколько на самом деле наших с Олей единомышленников. Просто мы немножко высунулись. Мы немножко высунулись благодаря какой-то популярности. И поэтому нужно было дать нам по шее. Причем это сделать наглядно, публично, осветив это везде. Как в Короле Лире шут говорит. Как кухарка, которая била угрей по головам, когда их живьем запекала в тесте. Не высовывайся. Не высовывайся. Вот мы высунулись и оказались при этом очень заметными. Ну, это же видно, что нам дали по шее не просто тихо уволили, а просто это распиарили. Смотрите, что мы сделали. А нам плевать, Назаров, Гагарин или кто. Неприкасаемых нет, поэтому сидите тихо и молчите. Если мы этого вот так, то представляете, что мы с вами сделаем. И люди боятся. Ну, конечно, боятся. Потом будет тяжело, но сейчас боятся. вас в этой истории кто больше всех разочаровал? Вы знаете, мне бы не хотелось сейчас разочарования. Так хочется сейчас во всем этом найти позитив. В кадр въезжает позитив. Замечательный позитив. И хочется вот это в себе взращивать, потому что все черное, оно как-то в тебе, и оно будет сидеть и сидеть этим черным. А вот то, что мне написала буквально вчера ночью моя коллега из предыдущего театра и сказала, боже мой, Оля, я все это время за вами следила. Я так переживаю, что мы все это время не общались, а оказалось, что рядом только ты. Я одна, мне больше не с кем, только ты. И я ей в ответ, да, 17,5 лет. Так вот это мне радостно. А тут не разочарование, тут очень горько, страшно горько, горько, и не в них, а горечь в себе, про себя. Чего ж ты такой-то до 55 лет дожил, тупой-то так и остался таким тупым. Ты не понял, ты не увидел этого. Вы были готовы к тому, что вот так закончится карьера в России? Так нет, не были так готовы, и ни к чему вообще не были готовы. Ну вот к тому, чтобы был домик здесь, вот видите, как выяснилось, были готовы, потому что тогда было понятно, что с этим режимом справиться невозможно, и он сделает все, чтобы ты там не смог так лежить, сяк лежить, но мы же не могли, мы же действительно, нам же было страшно выходить на сцену. Пытаться прорваться вот эту коросту, пытаться выскрести оттуда, нам это было очень сложно. Кто из вас говорит по-французски? Дима, да, у него родители ушли из жизни давно, он у нас одинок, поэтому мы для него все. У него мама очень хотела быть артисткой или певицей, или она занималась музыкой, но она очень боялась, но пела, и даже поступила, я сейчас боюсь тут чуть-чуть ошибиться, в консерваторию и считала, что нужно изучать языки, нужно изучать красивейший французский язык, и вот так воспитывала своего ребенка Диму, и заставляла этого мальчугана в хорошую, на тот момент замечательную французскую спецшколу, он ее закончил, он ее все, все там давали прекрасные знания. Потом у Димы был французский проект, он был на него приглашен, вот была там практика замечательная, потом, когда появилась эта квартира практиковая, и он все время совершенствуется, и у него в силу таланта, дара. А у вас? А я делаю вид. Я очень многое понимаю, я говорю, как придется, я смешиваю английский, французский, нижегородский, украинский, и вообще мне абсолютно наплевать, на каком языке говорит человек, потому что я считаю, что если человек хочет, чтобы я была понята, он меня поймет. Если не захочет понять, я буду ему говорить, человеку, знающим русский язык, я буду говорить на русском языке, он меня никогда не поймет. Понимать это принимать. Если я тебя принимаю, то я тогда захочу с тобой тебе что-то дать, а ты это возьмешь, если ты меня захочешь принять. Поэтому мы поймем друг друга. Вы сейчас почувствовали уже, что вы эмигранты? Нет. Мы шутим на эту тему. Да, мы в эмиграции, мы в изгнании, мы изгои. Ну, шутим. Но мы на эту тему шутим. Не потому, что мы недальновидны или глупы, потому что мы точно знаем, что это вопрос времени. и то, что мы до этого доживем, вообще вопрос не стоит. Оптимистично. Ну, да. В вашей паре кто за кого больше волнуется? Я волнуюсь за Диму. А он, наверное, за меня. Ну, он же меня немножко старше, поэтому он всегда же скрывает, никто не знает. И он делает так, чтобы не переживали ни дети, ни я. Как он плохо себя чувствует? То есть его оптимизм, это оптимизм больше для родных? Нет. Оптимизм, это у нас, это у них оптимизм. Я великий пессимист, но сейчас я говорю, что просто иначе нельзя впадать вот в этот пессимизм, как мне сказали, стакан наполовину пуст или наполовину полон, главное, чтобы был стакан. Так вот, стакан есть, нормально. С этим все хорошо. Но он оптимист, и теперь похоже мы все теперь такие дурные оптимисты, иначе просто не проживем. Дело в том, что время сжимается. Время очень сжимается и уплотняется. И то, что раньше занимало столетия, теперь полетает за 10 лет. Что с нами будет через год? Через год что у нас закончится война, всех гадов посадят или начнут суд, всем воздадут, всем воздастся, и пусть это... Не всем, нет, все нет, выкрутятся многие. Нет, должно воздастся всем. И пусть этот год будет даже меньше года, пусть это будет просто завтра. Ну, так не будет. Ну, так не будет, но будем об этом думать, будем этого желать и будем мечтать. А что будет через 10 лет? Ну, уж точно, наверное, уж я как-то отпрошусь на пенсию. не знаю, как пойдет, как пойдет. К сожалению, у меня очень пессимистический прогноз. Я думаю, что вот, когда сейчас закончится, пару лет мы поживем, вздыхая полной грудью, а потом что-то опять начнет нас давить. оттепель пройдет очень чем-то похожий на ту оттепель. И опять что-то придумают. Хотя есть надежда. Я не буду ее озвучивать, на ком или на чем она основана, но есть надежда, что уже, ну, хватит. Мы настрадались столетиями. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость. Какая-то есть разница, да. В моем понимании, милосердие очень справедливое понятие. Милосердие скорее. Свобода или безопасность? Вы о мести, о том, что вот справедливо мстить. Да. Про это, да? А, про это. Вот был такой у меня на заре туманной юности сериал «Закон». И мы долго с авторами, с режиссерами выстраивали эту формулу, про что мы снимаем кино. Про что? Про то, что надо здесь и сейчас отомстить за то, чтобы доверить это правосудию. И третье, пусть Господь решит и накажет. и третье. Вы на Господа все это сваливаете? Пусть он выбирает. Было бы правильно. То, что в результате все равно так будет. Ты не рассказывал про свой инцидент? Рассказывал. Ну, вот. Это ж кто решил? Афин. Да ну, бог с ним, с этим финалом. Расскажите, расскажите. Мы о другом говорим. Прошли несколько лет, и нас вызвали в милицию и спросили, у вас был такой инцидент? Был. Вот, там был вот это, вот это, вот это, да, все, по документам, да, вот это. Говорят, почему спрашиваете, мы как кто у вас? Ну, вы как пострадавшие, как свидетели в данном случае. А что произошло? А этот человек член большой мафиозной группы, которая занимается подставами ради страховки. И на страховках гигантских, как-то раздутых, они наживались, и вот мы их поймали. И что с ним говорит? Сидит. И что? И будет сидеть. Что вы в этот момент вы почувствовали? Ничего. Да нет, нет, Оля, мы вышли. Нет, 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 Дима, это было противно, ужасно, это было противно, что как только им стало нужно его посадить или кому-то... Но они не из-за тебя его сажали, это его по другому поводу посадили. Поэтому ничего не почувствовали. Справедливости не почувствовали? Нет, нет, это несправедливо. Он должен был сесть за то, что он совершил вот конкретно в отношении тебя. Если я тебе нагадила, я должна ответить за это, за это гадство. Когда ты будешь отвечать передо мной? Перед тобой? Сначала, подожди, перед Катей надо нагадить, потом ответить. Ну, нет, ты уже много раз нагадил. Нагадил? Да. Это другая программа, давайте, значит, закончим с этой. Пока все дома. Давай поженишь, давай разведемся. Мужское, женское. Свобода или стабильность? Свобода. Свобода. Правда или безопасность? Правда. Правда. Родина или истина? Истина. Почему Родина? Что вы сделаете, как кончится война? Не знаю, я уже 12, какой-то 13, 14 год не пью. Может быть, развяжу. еще очень важно, как она закончится. Ведь сценариев ее окончания много. Поэтому когда я по вечерам молюсь, я молюсь об этом, но уточняю, что бойтесь своих желаний. если просто сказать, что война закончилась, ну и шарахнуть, 10 бомб оттуда, 10 бомб оттуда, все закончилось. Ты этого хотел? Нет. Я молюсь, как бы пытаясь объяснить ему, чего я хочу. Вот вопрос, как это закончится. А я бы хотела попросить прощения у тех, кому эта власть принесла столько горя. И хотел бы всех простить тоже. простить надо. Ну, найти в себе силы простить. Ну, найти в себе силы, ну, это так сложно, потому что вроде как договариваешься сам с собой, я прощаю. Сложно. там остается ведь все равно обида за несправедливость, да, но всех очень трудно простить, кто растоптал, размазал, уничтожил с улыбкой что-то святое, близкое, родное, и еще веселился по этому поводу. Как его простить? Так сможете простить или нет? Я постараюсь, постараюсь. ВОЛНИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА ВОЛНИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА